Так, ну всё, теперь нам здесь, наверное, надо посмотреть какое-нибудь видео. Попасть в гараж. Мы попали. Ничего. Так, хорошо. Тайная дверь, а это что за красная? Знаки или что это? Просто краска. Так, может здесь ещё что-то есть? Нет. Нет, больше ничего нету. Хорошо. Что это? Не верится, что всё это было прямо по дому. Что он здесь сделал? Зачит подвал. Так, ну отсюда я уже вижу что-то там. Я ещё оттуда видел. Кристаллики какие-то. В ящике. Пора пролить на всё это немножко света. Если вы это слушаете, вероятно, вы прислали управлением для продолжения моего расследования. По крайней мере, я на это надеюсь. Меня зовут Мэтью Бэнкс, и я приступил к работе около года назад. Как сказано в предыдущих отчётах, в прошлом месяце я внедрился на маяк. Но там обнаружили пропажу кассеты, и кажется, подозревают меня. Я забирал кассеты на ночь, чтобы их переписать, но на этот раз не успел вернуть кассету вовремя. Я так и не воспользовался новым фильтровальным устройством, но оставил внутри кассету. Надеюсь, вы её найдёте. Поскольку мне пора уезжать, я всё для вас подготовил. Я собрал все полученные данные на трёх разных досках. И записал кассету для каждой из них. На первой доске собрано исследование о звуковом сигнале с океанского дна. Именно благодаря нему мы изначально изинтересовались сцен экзилем. На второй доске изложена подробная информация о местной секте, чьи последователи называют себя приверженцами. Третья доска посвящена операции «Белая Медуза», из-за которой, возможно, вас сюда и отправили. Теперь мы вынуждены признать, что город Сен-Эгвизиль стал объектом пристального научного и политического внимания, как мы и подозревали. Мне очень не хочется уезжать, но другого выхода нет. Последние две недели сотрудники «Маяка» не могли получить новые данные из океана. Похоже, некая техника глушила их сигнал. Неужели кто-то пытается им помешать? Надеюсь, у вас получится это выяснить. Что-нибудь скажешь? Нет, всё как обычно. Так, молоток. Молоток-топор. Плата какая-то. Чё молоток? Ключ. Паспорта, валюты разных стран. Этот тип был не так-то прост. Ой, а ещё здесь билеты на корабль в Англию, до Племута. Он собирался уплывать, но не знал, когда именно. Новая подсказка. Слушать в первую очередь. Восклицательный знак. То есть это нам. Прям намекнули, что это надо послушать. Листенферст. А, нет, название. Слушать в первую очередь. Так, хорошо. Если вы это слушаете... Мы это слушали. Так, Мэтью Бэкс. Хорошо, мы это прослушали. Не, всё. Молчи. Молчи. Пауза. Хватит. Что это за папка? Следующая цель? Изучу её ночью. Хоть будет, что почитать. Взять отчёт шпиона. Да. Тень её на ночь. Your next objective. Цель обновлена. Отправиться спать и изучить документы шпиона. Так, а у нас ещё время. В принципе, мы уже дома находимся. Конечно, было бы интересно посмотреть, что будет на улице после 20. Убьют нас или нет. В принципе, у нас ещё время пока есть. Вот сюда она была сначала подойти. Эй, разве не такой же камень, я прицепил к своему браслету? Где он его нашёл? Похоже, он собирался отправить его для исследований. Я думал, здесь что-то серьёзное. Что? Радио. Выбрать повернуть диск. Изменить кнопку. Пэш, пауэр. Плей. Так, скорость воспроизведения. Где-то болтаются. Уги, уги, уги. Это Сейвал. Координаты 2,9 градуса северной широты, 1,48. Подводная лодка в опасности. Чем занимались на майке? Мы подвижемся дару неизвестного происхождения. В подлодку что-то течёт вода. Нуждаемость в экстренной помощи. Повторяю, это Сейвал. Координаты такие-то запоминал годы. Конец. Мэйды, Мэйды. Под лодку проникает вода. Так хорошо, а что-нибудь ещё есть. Ещё ирония. А, ну всё, больше ничего нет. Здесь тишина. То есть это примерно на 4,0,0. Ещё что-нибудь. Это то, что нападало. Тут сейчас будет Мэйды, Мэйды. И мы врезались в подлодную лодку. Что нам делать? Так, хеширование, наверное. Может быть, и нет. Это хеширование вряд ли. Так, прям зашкаливает. Так, ни о чём. Вообще, это нам попозже бы понадобилось. Так, то есть там у нас на 4, а здесь у нас на скольки. Где-то 9500. Где-то здесь. Ладно, наверное, это нам пока не очень нужно. Записала что-нибудь? Ещё не записала. Вот, наверное, мы сейчас будем подходить к этим всем доскам этим. Что-то делать. Так, мы подходим к первой. Взять. Взять. Неизвестный сигнал. А вот кассета у нас первая. Гидро-пон-дробыс. Так, мы возьмём. В 1977 году учёные зафиксировали звук на ультра-низкой частоте к югу от Атлантического океана. Но никому не удалось определить структурный состав акустического феномена, и было предложено много гипотез. Шпионская подлодка, работа авиации над поверхностью. И даже испытания бомб, резонирующие на глубине. Исследования приостановили на два года, пока не был записан ещё один звук за 2000 километров от чего-то. На этот раз эксперты забеспокоились. Положение двух сигналов говорили о том, что их источник перемещается. В 1984 году звук снова был зафиксирован несколько раз в районе Бермудского треугольника. Правительства многих стран решили засекретить всю информацию об инциденте и не делиться ей с общественностью. Следя за исследованиями других стран, в 1986 году наша разведслужба выяснила, что французское правительство особенно заинтересовано этим вопросом. Оно запустило особую программу под названием «Сейвал». Этот научный проект был создан для изучения неизвестных звуков в океане. В 1987 году, взвесив новую информацию о Сен-Экзиле, тот факт, что последний сигнал был записан на побережье Британии, меня отправили в эти места для проведения расследования. Здесь я обнаружил систему для наблюдения и контроля за сейсмической активностью, находящуюся на маяке. Лишь недавно, благодаря сделке по обмене информации с сектантами, мне удалось устроиться туда подсобным рабочим. После этого я узнал, что сотрудник маяка следят за передвижением объекта, который оказался французской военной подлодкой. Неужели с самого начала это была всего лишь подлодка? Но передвижения были слишком беспорядочными. Каким образом она издает тот звук, который мы зафиксировали? Я переписал множество кассет и оставил их в укрытии, однако они зашифрованы. Я надеялся, что они помогут, но сегодня я заметил автомобиль возле дома, и стало понятно, что мне пора убираться отсюда. Так, сигнал, сигнал. Тысяча девятьсот семьдесят седьмой сигнал. А, Б, С. Покут километров оттуда, оттуда. Лаунч. Сигнал Д. И это он убежал в девяносто первом году. 27-го, 0-4-го. Так, вот первое у нас получается в апреле. Нам не переместить камеру, можно повернуть камеру? Повернуть. Да ладно. Приблизить нельзя. В апреле, в апреле, 6-го, 16-го, маяк. Так, типа, бермудский треугольник он отметил. Засекречено. Конфиденциально. Так, ну, прям, в принципе, здесь прям таких цифр нету. Мы засекли сколько там на четвертых? На четырех тысячи частотей, на девять пятьсот. И справа, только единственное, может быть, на ней. То есть в самом конце, может быть, еще надо посмотреть. Что-нибудь. Либо это повтор, либо это не повтор. Если что-то вот здесь будет сейчас. Что-то есть. В целом ничего интересного. Так лучше. Айсиси инструкции. Вигнотроникс. 5, 5, 4, 1, 2, 3. Используй девайс. Так, ну, это понятно. Включить, выключить. Так, ладно. В принципе, мы так и делаем. Здесь доступа ко всему-то нету. А кайф что будет говорить-то? Прям есть три радиопомехи. Вот здесь что-то. На два прям зашкаливается. На голос не похож никакой. Ну, а здесь отчетливо, да, говорит. Где он с единицей? Замедление. Ну, так, наверное, на единицу. Так, мы ничего услышать не можем. Только так. Так, хорошо. Ладно, с этим мы разобрались, короче. Переходим ко второму. У нас здесь. Внедрившись в научную группу на Майке, я выяснил, что французское правительство очень обеспокоено положением дел в Сен-Экзиле. Деятельность секты, а также многочисленные аномалии, связанные с местной природой, жителями, стали объектами пристального контроля. Они поняли, что если не предпринять никаких мер, эта ситуация, в конце концов, привлечет к Сен-Экзилю внимание всей страны. Ко мне в руки попали документы об операции «Белая Медуза», целью которой является методичная изоляция и поимка всех жителей города. Неужели они думают, что местные жители чем-то заражены? Или им просто хочется предотвратить утечку информации? Похоже, они продумывают два возможных плана осуществления операции «Белая Медуза». По странному совпадению, в городе пройдут два мероприятия, которые соберут почти все население в одном месте. Городской праздник, дляящийся все выходные. И ярмарка, организованная местной школой. С помощью карты я спрогнозировал нападения в соответствии с каждым из этих планов. Они отправят большое количество военных и с легкостью предотвратят любую попытку побега, перекрыв главные дороги и выезды. Они пусят в ход грузовики ядовитый газ, чтобы направить паникующую толпу в свою сторону. Над головами жителей Сен-Экзилия висит домоклов меч, но они о нем и не подозревают, как о том, когда он упадет. Так, что здесь у нас? Операция Белая Медуза. Операция Таск Форс. Военный грузовик. Истребитель какой-то. Виляешь Фетт. Это, видимо, ярмарка, либо справа ярмарка. А так, сценарий 1, а так, сценарий 2. Так, ладно, здесь тоже никаких координатов нет. Так, нет, все. Тихо. Тихо. Хватит. Так, мы подходим к 3. А, это же у нас, говорю, вторая. То есть, надо было сначала это послушать. Во многих отношениях к жизни в Сен-Экзилии за последние годы пришла в упадок. Местные исследования выявили множество природных аномалий. Какие-то виды животных начали активнее размножаться, а другие становятся все малочисленнее. Некоторые животные стали агрессивны по отношению к людям, а отдельные виды птиц окончательно покинули регион. Мы также заметили значительные перемены в поведении и здоровье жителей города. Это привело к большому оттоку населения, и теперь остались лишь те, у кого не было выбора. Происходит серьезная неприятность, и никто не понимает причин. Кроме того, слухи об этих необычных явлениях разлетелись по всему региону, что не улучшает ситуацию. В город потянулись люди, занимающиеся различными псевдонауками, эзотерикой, оккультизмом, а то и чем похуже. Они начали выстраивать вокруг города свои мифологии. В итоге одно из движений поглотило все остальные и стало влиятельной сектой под названием «Приверженцы». Такого влияния они добились благодаря массовым протестным акциям. Они устраивали беспорядки в окрестностях города, из-за чего завоевали внимание местной прессы, и к ним потянулись много новых последователей. Согласно моим данным, секта возглавляет некая Аврора К. К. Мне немного удалось о ней узнать, но я раздобыл кое-какие снимки, проследив за ней после встречи с местными жителями. Ее движение верит в существование экзотического создания, статенического, которое распространит свое пагубное влияние на весь регион и население Сен-Эбзиля. Чтобы успокоить это подводное существо, они постоянно ищут виновников. они выкапывают гробы с трупами местных жителей и отправляют их в плавание на старых лодках. Если лодка вернется к берегу, в своих будущих протестах, я не знаю, где они встречаются. Полагаю, что они собираются в окрестностях белой усадьбы или местной церкви. Конец. Так, ну мы там были. Аврора. Лидер. Так, ну фотографии, естественно, не игровые. Такая, на машине, на иномарке. Конечно, в 93-й год получается в игре. В принципе, да, взяты старые, наверное, фотографии. Ладно. Так, Devoted. Local Cult. Так, вот это, что, типа, какое существо они представляют? Какая-то рыба, не знаю, китообразная. Я думаю, к толку будет. Гробы. Лодки из гробов. Ну и, собственно, отправляются в путь. Статуи. Выписка из газеты. Док. Доки. Так, ладно. Хорошо, это мы тоже прочитали. Короче, с этим, наверное, больше нам ничего не нужно. Я просто не знаю, зачем мы его сейчас слушали. Просто для информации, для своей, наверное. По квесту мы никуда ничего не продвинули. Какая-то маяки. Так, хорошо. Ладно, можно отсюда выходить. Сколько там времени? Чуть осталось. Надо бы подождать до 20.00. Что произойдет? Ну, в парк, да, мы, наверное, сейчас сохраним. Так и проходит. В парк мы вряд ли сейчас пойдем. Это, по-любому, после сна. Столик не достается. А время как... А, ну, мы можем сейчас... Да, я знаю, как мы все сделаем. Даже... Она же сохранилась. Саня, мы сохраняться не можем. Только за... Новая игра и загрузить. Мы тогда сейчас выйдем. И просто пару раз куда-нибудь переместимся. А, можно же это... На скамейке посидеть 2 часа. Точно. Сейчас мы узнаем, что происходит после 20.00. Видимо, сейчас прямо на нас со всех сторон будет бежать. Так, да, отдохну 2 часика. Уже поздно, если я здесь усну, меня схватит. Ну что? Так, кто-то ее схватит. И туда, наверное, тоже не пойдет. Кажется, уже поздно. И если я сейчас пойду туда, я не успею вернуться обратно. Так ведь, да? А, у нас заработала еще вот эта дверь. Так, ну, видно, что 1,738 потерта. Что, что-то у нас восьмерка с нулем. Либо наоборот, нажимать не надо. 1,738. Нет. 1,738. Нет. 1,738. Нет. Мой. Не работает. Не работает. Тоже не работает. Так, ну, не знаете, надо нажимать. Нет. Вот эти почему-то три соединенные. Это как палата, микросхема за ними видна. Что вообще у нас там? А, вот у него тут 99,1,738 может быть где-то? Я вряд ли. На машине. Здесь все потерто. 99,1,738. Ой, не то. Так, может я так что-нибудь получше увижу? Пока все абсолютно то же самое. Там также 27 марта. Так, на машине снизу что-то есть. STG. Я думаю, цифры какие-то. Так, попробуем. 99,1,7. Тоже не работает. Так, ну, ладно-то, потом туда сходим. Уже слишком поздно, мне нужно вернуться домой до ночи. Сколько там время еще? 19.03. Так, ну, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть подождать. Лучше побегаем, может, все-таки поизучаем. У нас осталось вот эту дверь попробовать как-то взломать. А, во, можно открыть. Мне нужен ключ. Нету ключа. Здесь не потерто. Это, наверное, белая усадьба или что-то такое. Как-то мы по-любому туда сходим просто. Когда? На левую белую усадьбу и маяк. Да, белую усадьбу. Пароль мы, может быть, сейчас прочитаем в этом. Документ. Документ же у нас с собой. Чтение на ночь. Сейчас нельзя? Сейчас нельзя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok